Здравствуйте, дорогие друзья, с вами передача «Фокус на человека». Тема нашей сегодняшней встречи – воля. Емкое русское слово, в котором и свобода, и возможность что-то делать – это одновременно еще сложная психическая функция. И об этом мы говорить сегодня будем с нашим гостем, профессором, доктором психологических наук Александром Октябриновичем Прохоровым. Здравствуйте, Александр Октябринович. Приветствую вас. Итак, тема нашей сегодняшней передачи – воля. Вот такое немодное, я бы даже сказала, на сегодня слово. Не замечали, что оно сейчас как-то не звучит особо? С вами я абсолютно согласен. Дело в том, что волей занимались, исследовали в нашей стране, например. Это где-то 50-е-60-е годы. Очень много было исследований, посвященные воле. Была Рязанская школа воли. Такой профессор был Владимир Селиванов. Чрезвычайно интересный человек. Я вот был с ним знаком. Я был молодой психолог. И вот был в Рязани, не только на конференциях с ним общался. Удивительно, он все объяснял через волю. Надо сказать, что это все звучало очень убедительно. Потом исследования были в Санкт-Петербурге и тогда Ленинграде. Был такой профессор Пуни Аксентий Цезаревич. Да, он работал в Институте физкультуры Петербургской. Ну, Гдаивк назывался. Вот. Ну, а сейчас как-то-то, знаете, все это дело ушло. И даже непонятно почему. Ну, вообще понятно почему. И вот у нас защищалась диссертация в Институте. Очень сложно было найти оппонентов. Потому что нет людей, которые были бы специалисты воли. Остался один и единственный, по-моему, на всю страну, профессор Иванников Вячеслав Андреевич. Такой из Московского университета. Ну, и вот у него книга есть по психологии воли. Правда, в Петербурге был еще такой Евгений Павлович Ильин. Он тоже очень много занимался волей. Но ныне здравствующий. Вот так вот, я бы сказал, только один такой известный ученый, как вот Иванников. Я объясняю это тем, что от воли никогда не отказывались. Но дело в том, что любые исследования имеют волновой процесс. Но пока не нашли что-то такое, я бы сказал, в воле, в волевых процессах, в волевых качествах, что было бы интересно и было бы как-то связано с современным состоянием психологической науки и современными большими проблемами. Так вот, я так полагаю. Отсюда все. Но воля, я бы сказал, очень сложно устроена сама по себе. Есть, как бы, можно говорить, уровень, который пониже, скажем, характерологические воли. Ну, например, дисциплинированность, инициативность, выдержка, самообладание. Это все как бы относится к волевым качествам. Их порядка там, ну, 15 насчитывает в психологии. Есть те, как бы, составляющие, которые имеют отношение, прежде всего, я бы сказал, к высшим функциям. Это, прежде всего, мотивационные компоненты. Потому что в основе воли все-таки находится мотивация человека. И чем сильнее мотив, тем сильнее воля. Еще даже вот в древних легендах, ну, древнегреческих мифов говорили, когда маленький Геракл разговаривал, ну, его учитель был Хирон, по-моему, Кентавр. Хирон, да. Да. И Хирон говорил Гераклу, ты должен хотеть, как боги. Бог захочет, гору поставит. Бог захочет, реку повернет. Вот. Если ты будешь хотеть, как смертный, ты ничего не добьешься. Поэтому в основе воли находятся мотивы, прежде всего, мотивация человека. Но я хочу сказать, что есть еще волевые процессы, которые, вот, их по иерархии сложно сказать, но они относятся к профессуальной стороне воли. Это, прежде всего, волевые усилия. Понимаете, человек хочет бросить курить. Да, он принимает решения, да, да. Но требуется волевое усилие его исполнить. Поэтому еще, кроме мотивации, вот еще процессуальные есть вещи. Вот. Это волевое усилие человека. Но и кроме волевого усилия, есть еще, как бы, структуры сознания, вот такого более высокого порядка, я бы назвал. К ним относятся ценности человека, относятся смыслы. И поэтому принятие решения, например, оно все опосредуется, проходит через ценностную структуру человека, через смыслы человека. Как бы оно, так сказать, вот через сито это проходит. И принятие решения, как бы, так сказать, делать то или не делать, оно опосредуется вот этими структурами. Но на воле влияют еще эмоции. Что-то человеку очень понравилось. Поэтому, естественно, он принимает решение вот этого добиться. Но, например, мальчику может понравиться, когда он видит, скажем, вот наш выдающийся лыжник Большунов в последние зимние олимпиады, как он практически все выигрывал. И стоял там с этим, с медалями, с этой мишкой, бин-дун-дуном. Да, так сказать, он стоял, и вот ты смотришь, восхищаясь о нем. То же самое может испытывать подросток. Он становится для него образцом. То есть вот эти отношения, они чрезвычайно сложны. И что является ведущим здесь, что запустит волевой процесс, это сложно сказать. Это всегда очень индивидуально. Вот. Это как раз то, с чем та сложность, с которой чаще сталкиваются люди, ну, скажем так, находящиеся в период становления или там формирования своего характера. Мотив, может быть, есть. А вот процессуальная часть, когда нужно этот мотив как-то воплотить в жизнь, она часто страдает, очень часто. И в этом смысле какого-то вот такого энергетического импульса не хватает. Вот что нужно сделать для того, чтобы он появился? Да, это сложный вопрос. Это вопрос такой, так сказать, это же неповаренная книга, где там все рецепты написаны. Поэтому это все очень индивидуально. Вообще сам волевой акт, он как бы по структуре содержательно, он во многом интеллектуальное действие. Человек должен как бы сначала поставить для себя цель. Цель может быть разная. Она может быть ближайшая, может быть отдаленная. Но, конечно, воля включается в большей степени для решения отдаленной цели. Скажем, успешно закончить университет, получить специальность, стать профессионалом. Ну, неважно, я говорю, например, учебная деятельность. Или в спорте, например, стать мастером спорта, выступать на чемпионатах России и, конечно, желательно, чемпионатах мира, олимпийских играх и так далее. Но это цель. Когда цель поставил, дальше, так сказать, что? Человек обдумывает, что делать для этого. То есть создает программу достижения цели. То есть это фактически все интеллектуальные действия. Включены мыслительные процессы, анализы, синтезы, обобщения, так сказать, и так далее. То есть программа разрабатывается еще, так сказать. Далее, так сказать, должно быть принятие решения. И мотивы взвешиваются. Принятие решения – это не какой-то один мотив, это совокупность разных мотивов. Знаете, мотива одного не бывает, как правило, это совокупность. И вот эта мотивация, как совокупность, она начинает действовать на человека. А может, и не действовать. Бывает борьба мотивов. Мама, скажем, подростку говорит, вот ты не сможешь, ты там хилый, слабый, т.д. Это мотив, который мама навязывает. А он хочет быть. И вот тут борьба мотивов перед принятием решения. Борьбы мотивов может не быть, если какой-то мотив очень сильный. А бывает борьба мотивов в жизни, и много раз бывает. Сталкиваешься с тем, что человек не может принять решение. Ну, представьте себе, человек работает на заводе, например, рабочий. Получает хорошую зарплату. Двое детей у него, все, воспитывает. Но открывается новая специальность, например, какая-то такая. Если он ее освоит, он будет получать в два раза больше зарплату. Но чтобы ее освоить, он должен перейти на ученика, где зарплата очень низкая. Это учиться минимум год. А у него семья, которая рассчитывает на его уже обычную зарплату. Что делать? Вот и начинается борьба мотивов. Или вот у меня был парадоксальный случай, такой, конечно, может, о таких вещах не говорят. Пришла женщина консультироваться. Двое детей. Все они одному ребенку два года, а другому ребенку пять лет. Все они ребенок младший, там, по-моему, ясли у нее, а другой в детский сад ходит. Муж хорошо зарабатывает, обеспеченный. Но как получает зарплату два раза в неделю, то есть два раза в месяц, он ее бьет. И она уже, видимо, до того дотерпелась, что пришла к психологу. Как, что мне дальше делать? Если я уйду от мужа, моя зарплата, как педагога в детском саду, будет низкая. Я не смогу обеспечить детей. Потом я должна куда-то съехать, на съемную квартиру. И здесь я тоже не могу оставаться с ним жить. Что делать-то? Понимаете? Вот борьба мотивов. Поэтому есть какой-то очень сильный мотив, там вообще никакой борьбы нет. Вот. Ну, хорошо, человек принял решение. Причем, бывает решение годами длятся. Понимаете? Вот какое решение принять? Что делать? Поэтому вот эти борьба мотива часа провоцирует невротические состояния человека. Ну, решение принято. А теперь оно должно быть исполнено. Что-то это? Ну, возьмем просто способ курения. Человек принимает решение, брось курить. Все. Берет пачку, это много раз рассказывает, выбрасывает на помойку. Час проходит, два, начинается некая такая тяга, типа, начало абстиненции. Тянет человек. Вот он мучается, мучается. Идет, наконец, к соседу. Сосед говорит, ну, дал покурить одно, но все же не возьмешь пачку. Покурил. Перевел дух, так сказать, через некоторое время опять. И мне некоторые рассказывают, что иду на помойку, ищу свою пачку, чтобы закурить. Видите, решение должно быть исполнено, но исполнить его очень тяжело. Вот тут как раз воля очень сильно нужна. Да, воля здесь вот проявляется. Поэтому вот я студентам своим говорю, причем еще бывает такая ситуация, человек принял решение, а возвращается к прежнему варианту. А вот так, может, лучше было бы. И получается два шага вперед, один шаг назад. Или, наоборот, один шаг вперед, два шага назад. И вот он все равно как бы принял решение, понимаете, уже исполняет его, а все равно возвращается к прежнему варианту. И поэтому для того, чтобы все получилось хорошо, так сказать, и он добился той цели, то он должен полностью вложиться в принятое решение. Полностью, без остатка. Тогда у него все получится. А если так, он будет туда-сюда, так сказать, до конца, скажем, возвращаться к старому. А может, так было лучше, а может, это, все эти. И тогда ничего у него может не получиться. Поэтому принятое решение, оно должно быть исполнено. Фраза же есть такая, отбросьте всякие сомнения, когда идете к цели. Ну да, тут, конечно, так сказать, еще хорошая метафора есть на этот счет. Я прочитала в какой-то книге. Цель – это маяк, человек плывет в лодке, а воля – это весла, которыми он к этому маяку плывет. Конечно, да. Воля – это весла. Поэтому у нас много в жизни. У нас практически все базируется на воле. Утром встать, когда ты уставший, больной бывает – это тоже требуется воля. Функционировать весь день, решать какие-то проблемы жизненные – это тоже воля. Конечно, есть импульсивные действия. Вдруг мы встретили шум, повернулись – это импульсивные действия. Или, скажем, дома сидишь, вдруг какой-то звук за окном ты посмотрел. Это импульсивные действия. Здесь воли нет. Это не волевое. Не волевое. Воле – это, прежде всего, сознание человека. Наличие какой-то конфликта, наверное, еще в том числе, внутреннего. Не обязательно. Когда тебе нужно решить что-то, какую-то проблему. Внутренний конфликт, да, он может быть. И ты должен решить. Может и внешний конфликт быть, скажем, межличностный конфликт быть, и внутриличностный конфликт. В любом случае ты принимаешь решение. Даже в случае внутриличностного конфликта поступить так или по-другому, принять это или не принять, и так далее, и так далее. И межличностный конфликт требует, скажем, воли. Ну, например, ну, скажем, ситуация, когда конфликт между сотрудниками. И ты участник этого конфликта. И ты знаешь, что если, скажем, дальше будет продолжаться вот это постконфликтное состояние в этой группе, и оно ни к чему хорошему не приведет, оно только усиливаться будет. Поэтому ты ты принимаешь осознанное решение пойти извиниться. Понимаете? Это волевое действие. Оно касается тебя, потому что ты скажем, ну, этот межличностный конфликт ликвидируешь. Конечно, сразу тогда более того, самооценка в этих случаях даже повышается у человека. Потому что поднялся над своими вот этими особенностями личностными. И формируется такой опыт, да? Я смог вот этот собраться, я смог всю энергию направить в одно тело, я поверил в себя. Вот скажите, что воля это еще все-таки компонент, внутренней свободы. И доверие к себе должен присутствовать. И получается, что если человек, находясь в конфликте, ну, допустим, вот мы говорим внутренний конфликт, я когда утром встаю, я просто встаю, знаю, что мне надо встать, это простое действие, да, волевое. А когда я не хочу вставать, и мне нужно собрать волю для того, чтобы встать, потому что я накануне там поздно лег, или не выспался, или болею, но я понимаю, что мне нужно встать. Вот это уже более сложное волевое действие. Конечно, да. И оно требует как раз вот это небольшой, но все-таки победы над собой. И получается, я правильно ли вас поняла, что если мы вот в этом внутреннем конфликте борьбы с собой остаемся в нерешительности, да, ну, в случае с вставанием там повалялись, опоздали, то, да, и здесь не достигли цели, и вот этот внутренний конфликт не решили. А если мы решаем этот внутренний конфликт и идем туда, куда нам надо, то мы становимся чуть-чуть взрослее, как будто бы это точка роста, да, личностного еще происходит. Так ли? Можно и так трактовать, конечно, но внутренний конфликт тут как-то это больше... Ну, это постоянно же мы решаем внутренний, всегда выбор делаем. Но ситуация выбрана, может, не конфликт. Ну, если рассматривать конфликт с точки зрения двигателя вообще развития, как таковой. Ну, конфликт больше все-таки к медицине внутренней отдает как бы основы некоторых реактивных и невротических состояний. Это вот выбор. Ты можешь валяться в кровати, можешь встать и пойти. И еще здесь очень важный аспект это принятие ответственности. Это очень важный момент, поэтому принятие ответственности за себя, за окружение ближайшей, семью, там, за, скажем, за участок какой-то отвечаешь. Это очень важно. Поэтому принятие ответственности, оно как раз вот стимулирует волю, заставляет тебя действовать. Без этого никак нельзя. Поэтому и отсюда принятие ответственности и чревато часто бывает всякими психосоматическими нарушениями. Поэтому не случайно, что у руководителей чаще бывает нарушение сердечно-сосудистой системы, всяких, так сказать, вот этих патологий. Потому что принимают ответственность. И выбор все время, постоянно. И выбор все время, да. А вот я еще слышала такую точку зрения, что говоря про лень, как противоположность воли, да, ту точку зрения, что лень, не просто лень, а как бы сигнал о том, что, наверное, тебе не надо туда идти. Поэтому так ярко проявляется лень. Вот у вас какое отношение к этому? Интересно. Лень – это хорошее состояние, так сказать. Дело в том, что лень – это состояние психическое. Состояние какого-то условного комфорта, но не только условного комфорта. Вот. И пребывание в этом комфорте актуализируется в виде лени. Лень – это очень типично. Она типична для всех. Домашнее животное лежит, так сказать, он не хочет ничего делать. Человек такой же. Не случайно же очень многие изобретения в области кухни были сделаны ленивыми мужчинами. Упрощение процесса имеется в виду? Конечно, да. Чтобы, скажем, мужчина талантливый, чтобы не мыть посуду, придумывает посудомоечную машину. Правильно? Много. Все это придумано не женщинами, а мужчинами, заметьте, которые ленились это делать. То есть в этой ситуации лень стала мотивом для того, чтобы развить процесс. Конечно, заинтересовал, как вот сделать. Ну, может быть, не только какие-то одинокие мужчины, для любимой жены он старался, чтобы она вот мучается, что стирает или посуду моет, проводя полдня на кухне, например, детей кормит, так сказать, все. Вот он придумал для нее. Я не помню автора стиральных машин этих посудомоечек. Памятник бы поставила. Да, понимаете, поэтому, естественно, вот, это вот связано во многом как раз с этим состоянием. Ну, вот, лень, ленью, конечно, но полениться надо-надо. Это вам любой психолог скажет. И часто лень, как мы ее понимаем, является отражением усталости и утомленности человека. если все время валяться, так сказать, то на каком-то этапе человеку это надоедает. Вот я вспоминаю книгу, одну читал, типа, «Угрюма реки», забыл название. И какой-то там мастер, вернее, рабочий, который в шахтах работал, при хозяине сказал, что вот мне бы месяц отлежаться. Он не смог это сделать. Тот сказал, все, будешь лежать, вставать только, понвыждешь, называть, поесть, туалет, все прочее, остальное все время лежи. Он не смог это сделать. По-моему, на третьей неделе он уже встал, «Нет, не могу». Поэтому даже у любого человека все, на каком-то этапе его начинается внутреннее выражение, что нужно что-то делать, понимаете. Хотя тот волшебный пендель, который он может получить внутренний или внешний, трудно сказать, будет у него он его, понимаете. Вот. Ну, мне как-то вот мои практики жизненные, ленивые люди особо не встречались, потому что преподаватели все, они трудяги. Во-первых, раз. Ну, студенты бывают ленивые, но вопрос, когда начинаешь копаться, кстати, ни один не обращался по поводу своей лени. Ни один. Вот. А по поводу прокрастинации обращались? Да, многие преподаватели, целый ряд преподавателей, ну, знакомые преподаватели, многие прокрастинаторы. Все на последний момент. Вот это как связано? Это связано с тем, что перегружены очень преподаватели. То есть, получается, если студенты задают вопрос про прокрастинацию, они часто такой вопрос задают, да, то есть, получается, что им нужно посмотреть, где они перегружаются, где есть возможность скорректировать, вполне, да. Это, наверное, не только студенты, но и преподаватели, так сказать, имеется, среда знакомая. Редко кто заранее все делает, вот, готовится все, чаще всего последнее, ну, ближе к началу что-то делают. Я знаю несколько человек, которые не скрывают, говоря, что я в последний день все сделаю, потому что у меня до этого полно всяких проблем, которые должен решить, там, то сделать, другое сделать, третье. Получается, если они так говорят, я сделаю это в последний день, то есть, скорее всего, подразумевает, что у них уже есть опыт работы в последний день, они к этому относятся спокойно, для них это не является каким-то дестабилизирующим эмоциональным фактором. Абсолютно точно, да, то есть уже опыт такой есть, он наработан, в голове уже примерно схема того, что нужно сделать, откуда взять, скажем, этот материал, как его оформить, то есть это уже есть определенный опыт. Как правило, вот такими прогрессинаторами бывают уже опытные, люди уже, которые не хотят заранее все делать, мучиться. Ну, и больше это, в общем-то, люди среднего и старшего поколения. среди молодых. Ну, молодые обычно делали, студенты не успевают часто. А вот, когда речь идет уже о процессе, то есть у нас уже есть мотив, у нас, нам нужно процессуально, да, как-то продвигаться туда. Разница в словах усилие и насилие. Вот где заканчивается усилие для того, чтобы чего-то добиться, и начинается насилие над собой. Ну, я хочу сказать, дело в том, что, если ты согласен с внешним мотиватором, будем так говорить, стимулом, мотиватором, с целью, условно говоря, если тебя вот заставляет сделать что-то, скажем, руководство заставляет тебя что-то сделать. поняла. Да. Человек может принимать насилие, как насилие, а может нет. Дело в том, что если я согласен, то, что это необходимо сделать, это не будет насилие. Это усилие. Это усилие, я делаю, это сделать. А если я не согласен с этим, то это будет, конечно, насилие. Это внутреннее сопротивление. Сопротивление такое, да? То есть это недопустимо для себя? Это травматично? Ну, дело в том, что мы многие вещи делаем, которые мы не хотим делать. Мы вынуждены делать, потому что твоя профессия, то, что записано в твоем, то, что ты должен делать, предполагает, что ты, вроде бы, как бы это и должен делать. А вот я правильно понимаю, вот здесь вот такой есть нюансик, что вот вы очень хорошо объяснили усилия и насилие. Для меня, я сейчас услышала, что в насилии это то же самое, потому что усилий, только там есть отрицательный эмоциональный компонент. Конечно, да. И получается, если мы вынуждены делать какую-то работу по инструкции, которую мы не можем не делать, и для этого нам нужно усилия приложить, а мы это, ну, как давлеющие сверху, и не нужно, не нравится нам воспринимающие, воспринимаем как насилие, то получается, что мы осознанно, опять-таки, с помощью воли должны вот этот эмоциональный компонент нивелировать в этой ситуации. Абсолютно точно, да, абсолютно точно. И воспринимать это просто как должное? Как должное, да. Либо меняй этот самый внешний мотиватор, и ищи другое место, где вот этого. Да, где этого не будет, где тебе будет комфортнее, где ты будешь всем по-другому воспринимать. Ну, я не думаю, чтобы везде было так, как в шоколаде, так сказать, так, как говорится. Вряд ли, так сказать. Но есть, конечно, места, где человек настолько комфортный в своей деятельности, где, ну, я знаю, я уже говорить не буду, где человек говорит, вот самое лучшее место, где я работаю, я работаю здесь. То есть это как раз по мне. Вот смотрите, поскольку мы с вами начали разговор о том, что сейчас вот вообще даже в сленге, вот просто в разговорной речи слово воля встречается невероятно редко. Вот когда я была подростком или там молодой женщиной, вот это слово встречалось чаще. У меня с точки зрения внешнего мотиватора родители очень часто звучало, тренеры об этом говорили, надо быть волевым человеком, нужно развивать. Сейчас это вообще не звучит. Вот вы чувствуете какую-то разницу в том поколении, которое меняется, приходит на смену, что там волевой компонент как-то меньше присутствует, и там больше пускается на самотек, на возможность, вот как есть, так и есть, что воля-неволя все одно. Но есть или мне кажется? Да, это заметно, да. Я хочу сказать, только в видах деятельности, где требуется исполнение, жесткое исполнение, скажем, в спорте, например, то однозначно, так сказать, это военная, скажем, армия, все структуры такие, вот где связаны, силовые структуры, где это жестко, так сказать, там, конечно, это воля часто на передний план выходит. Ну и сами представьте, солдат бежит с оружием в атаку, в любой момент его могут убить. Это, конечно, воля должна быть. Он боится, но он преодолевает свой страх, чтобы идти в атаку. Не зря в годы войны там 100 грамм наливали, так сказать, чтобы... Первый шок снять. Снять вот этот страх, понятно, так сказать. Сейчас нет у нас, как бы, сама система, сейчас, как бы, если говорить по вузовской системе, она более либеральная стала по отношению к студентам, это раз. Во-вторых, для вузов деньги нужны, и поэтому, если раньше, скажем, у нас на факультете психологии, например, поступало 50 человек, половину только заканчивало, остальные не отчисляли. Сейчас это такого нет, очень сложно отчистить студента, который приносит деньги в вуз, понимаете. И поэтому старается администрация, как бы, так сказать, вот, чтобы и неидуально работали с такими студентами. Это вот такая ситуация. Ну, и это, естественно, вот, проявляется в определенном либерализме стороны преподавателей, ну, и как в самой системе, так сказать, она более либеральная. И, естественно, вот, требования к воле, когда нужно заставить сидеть, человек должен заставить сидеть, чтобы работать, вот, здесь, то есть, заниматься много. Сейчас это проявляется в меньшей степени. Ну, я не знаю это, я не думаю, что это лучшая, как бы, вот, лучшая ситуация для качественного образования. Ну, мы с вами начали как раз с того, что воля является высшей психической функцией. Соответственно, она требует, ну, достаточно серьезного уровня развития когнитивных всех, ну, функций в том числе, да. И мы же не можем опять не говорить о том, что воля, ну, очень тесно коррелируется с ответственностью. Конечно. Если человек не может ответственность взять на себя, он никогда не сможет проявить свою волю. Это вот одно из другого стекает, причинно-следственную связь, да? Конечно. То есть, мы опять все время, вот, очень часто, разговаривая о каких-то психологических особенностях, мы очень часто упираемся в то, что все-таки во главе угла стоит возможность осознать себя и принять ответственность за свою жизнь. Это абсолютно верно, вы говорите, потому что осознание себя, ну, чрезвычайно важно. Ну, и если мы будем рассматривать те, я бы сказал, структуры, которые отвечают за это, волевые акты, то здесь вот, вот, самый простой мотив – это желание. Ребенок говорит, скажем, человек говорит, хочу мороженого. Хочу кофе. Это желание, оно здесь волевого компонента нет. Как только воля добавилась к желанию, вот этот мотив усложняется, он становится стремлением. Хочу кофе, встал и пошел. Это уже стремление. Без такой связки не получается ничего. Хочу кофе, а денег нет – пошел, заработал. Да, конечно, да. То есть, это уже вот так вот. И так происходит все усложнение, усложнение, так сказать, вот, самые сложные мотивы и самые сильные – это мотивы высшего порядка, убеждения человека. Человек за убеждение шел на плаху, его сжигали в токах паровоза в гражданскую войну, как Сергей Лозу, например. И еще более сложное – это мировоззрение, картина мира, которая в твоей голове. Вот это все вместе влияет на твою волю. Но возникает вопрос, а как вот это все развивается? Естественный вопрос. И понятно, развивается, если ты живешь в сложных условиях, то есть в экстремальных условиях. И, конечно, воля в этих случаях развивается. Спортсмены волевые, как правило. Все военные, как правило, волевые. И всегда можно отличить отставника военного, например, от такого обычного пенсионера, например. Видно, он все время держит себя подтянутый. Вот. Воля развивается. В повседневной жизни развитие воли как бы усложнено. Но эффективна бывает так называемая практика малых крепостей. То есть ты постепенно берешь одну крепость за другую, понимаете. И может наступить такой момент, когда нужно взять большую крепость. Но если ты не подготовлен, ты не возьмешь. А малые крепости – это ведь выполнение обычных, так сказать, бытовых действий, которые ты должен всегда сделать. Элементарных бытовых действий. Например, та же самая, ну, даже не элементарная, например, зарядка. Чистка клубов, так сказать. И так далее, и так далее. Обычная гигиена тоже развивает человека, как ни странно может показаться. Понимаете? Вот. Ну и, наконец, очень важный момент, то, что ты принял решение, скажем, ну, ты должен завершить обязательность. Ты взялся читать книгу, ты должен ее дочитать. Десять удалось бы закончено, исполнено до конца. Тогда только это развивает. Вот эта вот практика взяла, взятие малых крепостей, потом, так сказать, как бы поглаживание себя, что да, я вот все делаю, молодец, я. И исполнение до конца дочитываешь, доделываешь. Так сказать, стараешься сделать все, чтобы было очень хорошо. Вот это все развивает волю. В одной из книг про волю я прочитала, ну, скажем так, некая такая инструкция для людей, у которых воля не находится на очень высоком уровне развития, сформированности, ну, скажем так, пошаговая инструкция, как облегчить себе вот эти шаги для того, чтобы прийти в итоге к результату. И я бы хотела, чтобы вы прокомментировали со своей точки зрения эти шаги. Вот, допустим, автор пишет, что важное решение лучше принимать, когда ты, ну, скажем так, выспался или когда ты не устал в конце дня, а вот в таком хорошем, трезвом, бодром состоянии. Абсолютно верно. То есть ты должен включить голову, утро вечера мудренее абсолютно, ты должен быть неуставший, чтобы вот это вот состояние у тебя было по-нормальному, будем так говорить. Конечно, когда ты усталый, и когда эмоции, как правило, эмоциональная сфера, уровень активации эмоциональной сферы пониженный, в общем-то, чаще всего при этих пониженном уровне такой активации доминирует отрицательно-крашенное состояние, поэтому принятие решения будет неадекватным. Можно сделать либо ошибку, либо завязанность в том, что ты не спримешь решение. Конечно. Следующее интересное пожелание – это то, что принятие волевого решения должно будет происходить на сытый желудок. На сытый желудок? Да. Я бы не сказал, нет. А вот мне кажется, творчество голодноватым должно быть, да, немножко? Да, вот у меня есть один знакомый, выдающийся профессор, психолог. Он, если у него предстоит какое-то выступление, ну, скажем, на конференции, скажем, или перед студентами своим докладом, он не завтракает, он, ну, пьет чай, там, воду, он ест только вечером. Все-таки сытый размягчает, да? Конечно, да. Ну, сытый… Кровь отливает от головы, как он говорит. Ну, конечно, сытый человек, он по-иному мыслит. Его, как бы, в общем-то, сильно все устраивает в этот момент, когда он сыт. И это не является мотивом для достижения чего-то. Ну, конечно. Хорошо. Следующий – это вот мы развенчали. Подсознание помогает воле. Как вы к этому относитесь? Сложно сказать. Здесь нет однозначного понимания, что подсознание. Конечно, если с позиции Фрейда, то подсознание, скажем, это относится к одной из структур эго человека. Понимаете? Вообще суперэго – это вообще, в принципе, волевые действия, когда ты заставляешь себя действовать то, делать то, другое, третье. Это некая уздечка на твоих, так сказать, биологически, скажем, ориентированных мотивах, например. Поэтому оно помогает, но мы не чувствуем, не знаем, как. Поэтому помогает, как бы, однозначно не скажешь. Опорных точек нет, на которые можно. Конечно, мы могли сказать, что да. Но помогает, несомненно. Есть следующий компонент о том, что если нужно принять какое-то решение, нужно посоветоваться с семьей или сокрушением. То есть, насколько они влияют на наши волевые решения? Это сложный вопрос, потому что отношения в семье не всегда гармоничны бывают. Это раз. И какие-то решения человек может принимать совершенно самостоятельно, неся ответственность за них, конечно. Но в некоторых решениях, каких-то судьбоносных, конечно, семья тут обязательно должна участвовать. Ну и какие-то элементарные решения, скажем, вот купить пиджак или не купить пиджак. Человек сам может решить или омышь, купить или не купить, например. А вот в этой части еще существует такая категория людей, которые свои действия обязательно сверяют с окружающими. То есть, вот, как ты считаешь, мне это идет, мне это купить, как ты считаешь, мне вот туда съездить, как ты считаешь? Вот это вот, это что, вот эти сомнения, это куда? Это бывает по-разному. Бывает, человек уже принял решение, ему нужно подкрепление. Подверстие. Да, подкрепление. Вот. И не бывает так, чтобы он без принятого решения, чтобы решение возникло только в этой среде, скажем, в семье. Ну, бывает и так, конечно. Но в основном уже заранее какое-то решение принято было. Нужно подкрепление, да. Вот следующий пункт, мне кажется, вполне таким вот приемлемым. Решение принять проще, если вы берете на себя обязательства перед кем-то. Внешний мотиватор, мотивация, она значима для человека бывает. Человек говорит, вот если вот я могу это делать, но лучше, чтобы кто-то еще мне подкрепил это дело. Вот для него, я вот тут вот для себя и для него сделал. То есть, не хватает мотивации. Поэтому вот внешний мотиватор, который дополнительный, внешняя мотивация, она усиливает, конечно, достижение, ну, актуализирует волю в большей степени. Ну, например, ведь мы видим много примеров, когда юноша или девушка, особенно девушке заметно, как они стараются, ну, как бы, так сказать, выглядеть лучше для этого юноши. Они начинают ходить, скажем, там, заниматься фитнесом, в общем-то, так сказать, особо следить за собой. То есть, короче говоря, мы видим вот такое, то есть это внешний мотив, который усиливает внутренний. Ну, иногда такая поддержка нужна, особенно детям, ну, и взрослым, всякие бывают, ведь принятие решения – дело непростое. И понятно, что… Особенно на первых порах поддержка бы такая вот внешнего мотиватора не помешает. Конечно, да. Ну, человек, когда сомневается еще, вот, очень важно помочь ему преодолеть сомнения в этом плане. Я всегда удивляюсь, как женщины выбирают помаду, так сказать, вот столько разновидностей этой помады, причем разных этих фирм, их так много. Как вот выбрать, вот, даже не представляю, как, чем руководствуется девушка, выбирают тульную помаду, что сбегаются глаза. Об этом книге целой написано, что вы… Как выбрать помаду. Да, совершенно верно. А следующий пункт мне вот нравится, например. Вот если человек знает, что ему предстоит поучаствовать в каком-то акте, в котором его позиции не очень сильны, ну, допустим, будет завтра собрание коллектива, точно будет какой-то конфликт, и я не люблю конфликтовать. Вот человек может к этой ситуации заранее подготовиться, чтобы проявить себя на следующий день, ну, в самом лучшем свете для себя, в первую очередь. Есть такой момент? Ну, конечно. Здесь не просто все. Все. Некоторые руководства правилом молчания золота, слово серебро, что называется. Есть люди, которые конформисты. Я Солженицына не читал, но не одобряю. Хоть я не читал, но не одобряю. То есть, где был период такой, например. Есть люди, нон-конформисты, которые, невзирая ни на что, будут доказывать свою точку зрения, так сказать, даже если она не права. Они правы, понимаете. Ну, в основном, конечно, если какие-то решения здравые, то в основном люди поддерживают. Есть и так нездравые такие, которые популистские, там, противоречащие, скажем, вот, убеждениям человека, то разные формы есть сопротивления, вплоть до того, что просто человек не выполняет и все, и делает плохо. То волевые люди сами стараются, которые менее волевые, больше зависимые, они стараются на кого-то переложить свою проблему. И часто так бывает. К этому нужно, ну, как сказать, этого нужно учить людей, чтобы они принимали решения самостоятельно, брали на себе ответственность. Ставить вот такие условия, где бы он принимал на себе ответственность. Ну, например, даже, ну, в позиции, так сказать, знаменитой методики, скажем, девушка и вышла замуж за мужчину, ну, скажем, юношу, примерно одного возраста. И чтобы он социально побыстрее созрел, например, то она в позиции детской ставит его в позицию родителя. Понимаете? Вот надо деньги зарабатывать, надо думать о семье, надо, чтобы я была красивой. Становится внешним мотиватором. Да, то есть она его активизирует, этого мужчину. Поэтому, то есть она его нагружает ответственностью за семью, за себя, за все действия. И происходит постепенное принятие мужчины этой ответственности. Поэтому он начинает отвечать, становится быстро догонять взрослый уровень. И вот здесь мы с вами очень интересные фазы затронули фазу, когда родители сейчас, ну, я не могу за всех, но вот те, которые ко мне приходят, рассказывают о своих ситуациях, не учат ребенка ответственности. Вот это твой участок, ты за это отвечаешь, вот это только твое. Ну, то есть вот прям зонированная ответственность буквально с ранних самых лет. Да, это большой минус в воспитании детей. Мы воспитываем инфантильных, они только, может, такие дети часа к 30 годам только дозревают. Это плохо. Это уже поздновато. Поздновато. Девушка, так сказать, она уже мать, у нее есть дети, а муж еще маленький, за ним ухаживать приходится. И получается, женщина себя несет, берет еще и функции, которые ей не свойственны, заботы. Помимо заботы о семье как таковой, потому что она ключевая фигура, еще заботы о мальчике. Помимо этого ребенка есть еще другой взрослый. Это вот проблема, которая современная проблема. Ну, жизнь, она изменилась, в ней больше комфорта, естественно. Поэтому родители, стараясь так, чтобы мне было тяжело, чтобы тебе было легче. Это не факт, это неправильно. Ребенок должен иметь ответственность и отвечать за участок, который ему поручен. И вы знаете, в этом плане, наверное, дети являются очень благодарным пластилином, я бы сказала, в этом смысле. Потому что я разговаривала со специалистом по детским нарушениям речевого развития детей. Они говорят о том, что если ребенка извлекают из обычной, но, скажем так, неполезной для него среды, где родители молчат, где много наказаний, контроля, школы или детского сада, заданий. Ну, мало творчества и возможности проявить себя как маленький человечек уже, вот прям настоящий. И погружают в совершенно старорежимную, что называется, среду к бабушкам в деревнях, где нужно кроликам собрать траву, где нет телевизора, в общем-то, где нужно, там, сходить за водой с бабушкой, полить и так далее. Ребенок совершенно быстро, в течение очень короткого времени, иногда лета, догоняет все вот эти вот фазы, которые он должен был пройти, став в своем возрасте, вот, иметь такую вот долю ответственности за себя. Конечно, абсолютно правильно. Но, если нет деревни, то, естественно, надо дома делать. Да, это же дома полночего нужно делать, помогать матери, например, всяких там, уборки, например, так сказать, и там какие-то, так сказать, ну, там, в магазин сходить, например, ребенку там купить хлеб, опять же, то же самое. Ну, а, соответственно, все с вами кружится вокруг осознания себя и ответственности, как матери, как родители в том числе. Да, конечно, так сказать. Поэтому воля – это и есть то, что мы называем, она прежде всего осознанная, осознанное действие. Не воля неосознанная, а воля, она всегда осознанная. И поэтому тут очень просто и понятно, с одной стороны. Да, и любое волевое действие заканчивается тем, что человек, а, достигает результата, да, и при этом он, ну, у него подрастает вот та самая самость. То есть в любом случае два… Самооценка его меняется, конечно, да. Он человек, который сам себя создает. Таких людей очень много, которые сами себя, фактически с нуля, будем так говорить, создают сами себя. Понимаете, таких людей очень много. Самоактуализирующаяся личность, как это в концепции Маслова. Самоактуализирующаяся человек. И поэтому воля, она помогает в самоактуализации. Хочешь что-то добиться, проявляя усилия. Это однозначно. Без этого не бывает. Да, и что здесь важно еще, вот самоактуализация, это же верхушка пирамиды Маслова. Часто очень я сталкиваюсь с тем, что люди, находящиеся, ну, буквально на нижней, ну, на второй, допустим, от нижней части пирамиды, хотят в самоактуализацию попасть, ну, в течение там вот так вот. То есть понятно, что для этого нужно вот те самыми волевыми усилиями пройти каждую из этих ступенек, освоить ее, и потом только идти дальше на следующую, так? Ну, не совсем так, конечно. Дело в том, что исследования показывают, что человек может скакнуть сразу вверх. Расскажите, как это может быть. Да, очень просто. Девушка, которая, как бы, так сказать, вот, будем, возьмем, очень полно по ящику показывают, например, фильмы, ну, такие типичные фильмы, когда девушка из деревни вдруг вышла замуж за, ну, скажем, покорила миллионера, и вдруг она у нее все сразу... Ну, это та самая сказочная ситуация, конечно. Ну, сказки, да, вот сказки, да. Эффект Золушки. Ну, да, ну, фильмы такие есть, они просто так не бывают, всегда какие-то элементы есть такого, бывает это. А вы считаете, полезны такие фильмы показывать или смотреть? Ну, да. Они же формируют магичность мышления, нет? Не обязательно, понимаете, ну, сказки тоже людям нужны. Нельзя уж все время, чтобы была реальная такая жизнь. Сказки тоже хочется. Без романтики сложно жить, жить, понимаете? Поэтому и сказки нужны, и такая красивость. Про Золушку сказки старые, а это современные сказки. Эта сказка, она, ну, некто, так сказать, будирует некоторые, так сказать, вот такие чувства, что ли. Без чувства не бывает воли тоже, с одной стороны. Украшают, эти чувства украшают волевые действия. Украшают, они стимулируют еще волевые действия человека. Ну, чтобы стать, выйти замуж за миллионером, нужно вот быть такой, такой, такой. И девушка предпринимает усилия, чтобы быть такой. Для этого много надо. Языки изучить, скажем, например, фитнеси быть на высоте. Там много чего. Форма поведения, культура, знать искусство, скажем. Как в Пигмалионе, собственно говоря. Да, конечно. Поэтому тут это может быть очень мощным таким мотиватором, скажем, и царем мощным. Поэтому так. Это же неплохо. Нет, это прекрасно. Самое главное, что человек в итоге, если человек может про себя сказать, да, я волевой человек, он, наверное, становится хозяином собственной жизни. И вот это, наверное, самый главный компонент, да? Ощущение, что ты хозяин собственной жизни. Ну да, это я с вами согласен, конечно. Конечно, хозяин собственной жизни. В большей степени это так, конечно. Но есть сопутствующие какие-то факторы, конечно. Социальная среда определенная, условия, в которых человек развивается. Понимаете? Ну, например, женщина живет, ну, скажем, человек живет в глухой деревне. А талант у него абсолютный слух. У этого ребенка. Понимаете? Как получится? Родители не могут отвезти в Казань с пешком. Да, как его применить в этой деревне? И он так вот в деревне вырастает с абсолютным слухом. Ну, он на гармошке будет хорошо играть. Понимаете? Будет там вот много... Тоже очень хорошо. Понимаете? Вот. А так бы могут быть выдающимся музыкантом. Социальная среда. Поэтому, скажем, юноша или девушка, которая в секцию попадает, ну, ту же самую лыжную, он видит, что этот ребенок видит, что, так сказать, ребята стараются побеждать, проявляют усилия. И видно, как им тяжело. Ты этому тоже научаешься. Во многом ведь волевые качества развиваются под влиянием родителей. Значимая взрослость, например, отец для мальчика, мать, для девочки, они демонстрируют эти качества. То и ребенок старается. Это никто не отменяет. Это всегда так было. Поэтому и вот в тех ситуациях, вот где оказывается этот человек, там, если это требуется, у него это развивается. Поэтому это всегда. Ну и, например, скажем, вот возьмем научную среду. Ты развиваешься лучше в социальной среде, ну, скажем, например, на кафедре, где хорошие ученые, где есть, на кого разнятся, да, вот ты смотришь, как бы, аспирант растет здесь. А где это там? Не очень. Чем больше вариантов человек осознает, видит, тем больше у него возможностей для выбора, да, для того, чтобы будет подобран именно вот твой какой-то вариант. Подобрана помада, которую ты накрылся губой. Хорошо. В заключении программы все-таки вот ваши рекомендации тому человеку, который нас смотрит и который считает, что его волевые функции, его волевой компонент еще не в том, не на том уровне, на котором он бы хотел, чтобы быть. Ну, во-первых, тот человек должен осознать, что он хочет. Первое. Вот. Это осознать, что хочешь, значит, ты должен знать свою цель. Дальше ты должен подумать, как ты это можешь, цель, достичь. То есть взвесить свои силы, свои возможности. Наконец, свои ресурсы. Мотор, например, он имеет ресурс миллион, а другой мотор 500 тысяч километров. Ресурсы взвесить свои. Свои резервы психологические. Мы говорим об осознании, конечно, так сказать. Если все это, как бы, вот укладывается в достижение цели, то тогда ты должен думать о программе своей. Как ты будешь это дело делать? Понимаете? То есть, как бы, обстановку оценить и создать всю свою программу и начать действовать. И если ты программу создал, решение принял, ты должен его исполнять. В любом случае. И только тогда ты сможешь достичь. Потому что, если ты будешь плыть в этом направлении, двигаться в этом направлении, то у тебя появится и попутный ветер. В виде тех ситуаций, которые будут слагаться в твою пользу. И ты будешь ускоряться, двигаться. Будут достижения. Будут неудачи. Но неудачи дают возможность усилить, найти новые решения. Поэтому так это все. Это чисто сознательное действие. Если это в голове, будем так, грубо говоря, в голове, сложно принять, как бы так разобраться все. Вынес все на бумагу. Или расскажи человеку, которому ты очень доверяешь, с которым ты можешь посоветоваться. Все, так сказать, вот как бы через его, как через его зеркало психологическое увидеть все. На бумагу самим собой. Это не значит, что в одной части ты все сделаешь. А может, там, то есть срок пройдет. Размышляешь по этому поводу. Ну и, естественно, все, ты продумываешь программу. Тогда получается. А если ничего не получается, приходи к психологу, он тебе поможет. Конечно, у нас профессиональные психологи. Знаем, что нужно делать. В каждом отдельном случае. Мне понравилось. Недавно я с одним психологом разговаривала, и он сказал, что наша задача не столько помочь, сколько расширить свободу возможностей, увеличить вот этот поле свободы действий человека, который приходит. Это касается саморегуляции, да. Саморегуляции. Вот. Ну и регуляции достижений цели. Да, про попутный вечер, ветер вы здорово сказали. Это как про... Есть же поговорка о том, что корабль... Если корабль не знает, куда плыть, у него никогда не будет попутного ветра. Ну, да. Да. Поговорка есть такая. Большое, да. Спасибо. Очень много полезных знаний сегодня рассказали вы. Ну, хорошо. Я думаю, что тем, кто смотрит сегодня программу, наверное, понятно, что об этом говорит не просто наш гость, а профессор, да. Это уровень экспертный. И как это говорят? Человек знает, что говорит. И на собственном опыте жизненном, кстати говоря, тоже. Потому что у вас за плечами очень серьезные волевые достижения, волевые, там, вообще жизненные достижения, соответственно, волевые усилия. Да, похвалите меня. Да, да, да. Вы живой пример того, как работает воля человека. Да? Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, нашли время. Всем зрителям я хочу пожелать найти свой попутный ветер, найти свой маяк, которому грести со всей силы на веслах, добиваться своего. И берегите себя. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.